Приветствую вас, Светлана. Смотрите, если мышь переписывается с бывшей любовницей, то как минимум у вас в семье есть проблемы. И как минимум есть, ну, ваша ответственность в том, что произошло, потому что муж переписывается с любовницей не просто так, а потому что ему чего-то не хватает, скорее всего. И идея вся в том, чтобы вам понять, чего человеку не хватает. И идея вся в том, чтобы вам постараться определить, что именно человеку нужно. Да, какие проблемы у вас. Вот именно в отношениях, что не так. Хотя бы для вашего мужа, к примеру, что не так. И уже вот где-то, где-то вот уже там будет ответ на вопрос, что делать, да, к примеру. То есть вот идея заключается в том, как раз, чтобы вам для себя определить, что вы хотите делать. Вот. То есть, что вы хотите делать с этой проблемой своей. Вот. И соответственно, тогда уже можно будет как-то лучше эту ситуацию понять. Вот. То есть, если вы хотите, если вы любите своего мужа, например, если вы его именно любите, вот. то в таком случае, ну, нужно как-то исследовать вопрос того, что вашему мужу не хватает. Вот. И стараться, постараться ему это дать. Вот. Если вы хотите, если вы любите его. Если вы хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Это такой момент. Но есть, конечно, есть, конечно, проблема. Она заключается в том, что вас может задевать то, что он приписывает с бывшей любовницей. Вот. Вам это может быть неприятной. И... Крайне важно разобраться в том, что именно вам неприятно в этой ситуации. Крайне важно разобраться с тем, как вас эта ситуация вызывает вся целиком. Вот. Вот. А если это будет сделано, то вы сможете лучше для себя понимать, что вам делать. Вот. Вот. Вы говорите, что вы? Ну, что не знаете, как вести себя с эм... Ну, идея заключается в том, что... Совершенно... Совершенно... Нормально и... И естественно. Вы можете это знать. Вот. Вот. Если вы сейчас... Эм... Слишком... Через... 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 Чур... А... Напряжены... Эм... Для этого... Ну... Для... Свобо... Для... Для... Свободного... Эм... Поведения... Для... Свободной реакции... Своей... А... Поэтому... Конечно... Ничего удивительного. В том, что вы не знаете, как себя вести. Нет. В принципе. Здесь. Вот. Другой его... Эм... Другой вопрос. Эм... Что вы со всем этим собираетесь делать? Эм... Если у вас... Эм... Трудности в отношениях, да? Есть. Эм... Эм... Есть у вас проблемы с семейной жизнью и выстраивание... Семейных отношений? Да, есть. Все это есть. Все это есть. Все это есть. Вот. Можно ли это скорректировать? Эм... Да, можно. Вот. Можно скорректировать, скорректировать. Вопрос заключается в том, что хотите ли вы это делать. Вот. Потому что, понимаете, ну... Вот. Очевидно... Судя потому, что вы... Пи... 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 Да, ну... Совсем очевидно, что это уже не в первый раз происходит. Вот. Это происходит не впервые и... Совсем очевидно, что... Проблема она... Ну... Такая вот. Застарела. Скажем так. Вот. А... Если проблема застарела, то... У нее есть... У нее есть... Свои причины. Вот. И... Какого-то такого вот... Единого решения... Единого решения... У этой проблемы нет. То есть, нужно конкретно делать анализ... Ваших отношений... Ваше поведение... И... Смотреть... А... Какие там есть проблемы и разрешать их. Вот. Вот. То, что я могу вам... В принципе сказать. То, что я могу вам... В принципе сказать. В принципе ответить. На этом все. Я надеюсь... Что мой ответ... Был полезен... Для вас. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.